Приветствую вас! Я, пожалуй, поддержал бы коллегу Лидию, которая, в общем-то, на мой взгляд, правильно оценила ситуацию, правильно дала вектор направления решения проблемы вашей, потому что действительно ситуация такова, что измены это часто, особенно если, ну, вы своего мужа очень любили, если вы прям вот всё за него делали, а он вам внезапно вдруг изменил, то это, естественно, как гром среди ясного неба, без сомнения, это очень страшное забытие, и я могу здесь только свою коллегу поддержать, сказать о том, что она права, и вам следует посмотреть именно в направлении того, то, к чему, в направлении того, почему стало возможным то, что произошло, то есть, что сделало возможным измену вашего, ну, наверное, измену вашего самого дорогого человека, без, надеюсь, преувеличения. Ага, то есть, самый дорогой человек, это, по сути, ну, ваш муж, и я надеюсь, что вы с этим со мной согласитесь. А, теперь дальше, значит, недоброе на то, что, по большому счёту, моя коллега права, она сказала вам всё верно, так, хочется сказать, что вы, ну, выберите вы терапию профессиональную или не выберите терапию профессиональную, это ещё неизвестно, ну, по крайней мере, по крайней мере, я не знаю, будете ли вы выбирать эту терапию или нет, это уже вы как бы сами для себя решите, я хочу вам сказать только то, что можно будет сделать, исходя из того, что есть уже сейчас. Исходя из того, что есть уже сейчас, но не сделать заключение, что измена для вас – это предательство. Ну, по большому счёту, именно так воспринимают измены дорогих людей, как предательство. То есть, то есть, измена – это суть. Измена делает человека предательством. И основная проблема заключается в том, что вам кажется, будто человек вас именно предал. то есть, вот вы старались для него, да, там, что-то делали для него, там, как бы складывали в отношения, там, что-то ещё, а он взял и моментально обесценил всё, что вы для него старались сделать. И в этой ситуации, в ситуации, когда речь идёт об этом самом обесценивании, важно понимать, что само по себе обесценивание, само по себе предательство – это достаточно условное, относительное, ну, как бы, определение того, что между вами произошло. Почему так? Дело в том, что предателем мужчина, предателем, там, человек, является лишь тогда, когда его действия полностью были сознаваемы. То есть, мужчина понимал, что он делает, и мужчина хотел это сделать. И именно, если мужчина хотел сделать то, что он сделал, тогда он действительно предатель, тогда вам нужно понимать, что вашей вины в этом нет, в том, что он вас предал, и тогда нужно понимать, что человек, которым вы сшили, уже давно не является, не является, точнее, тем, кем вы его считали. То есть, это другой человек. Просто вы не заметили, как и когда он изменился, как и когда он стал другим, ну и тогда. Это вам нужно понимать. И если это действительно так, если мужчина не раскаивается в том, что он сделал, я полагаю, что он не раскаивается, то в таком случае вам нужно просто понять, что вы уже давно, уже очень давно, вы без этого мужчины живете. То есть, да, формально он, конечно, с вами, но поскольку мужчина не раскаивается в том, что сделал, значит, он и не дорожит вами. А раз он вами не дорожит, значит, ситуация такова, что это у него не ваш муж. Именно в контексте роли по отношению к вам, это уже не ваш муж. А кто? Ну, простой человек, который с вами живет, который с вами просто существует и все. Далее. В этом случае сложность переживания заключается именно в том, что сказалось в Керстлиде, в контексте построения новых моделей поведения, восполнение того, что вы привыкли за столько времени удовлетворять через мужа, с помощью мужа, то есть перестраивание своих каких-то жизненных поведенческих моделей. Вот это вот, в этом и заключается основная сложность, в этом и заключается травматичность данной ситуации. Но если ситуация такова, что мужчина раскаивается все же в том, что сделал, какую ужасную вещь он совершил, если мужчина отдает себе отсчет в том, что он причинил боль вам, ага, значит, может потерять вас и так далее, то шанс восстановить отношения в таком случае еще, безусловно, есть. Для этого нужно всего лишь, чтобы мужчина доказал вам, что он действительно раскаивается, чтобы вы были уверены в том, что, ну, в том, что, чтобы вы были уверены в том, что такого больше не повторится, что определенно важно здесь. И далее вам необходимо проговариваться. Понимаете, если мужчина раскаивается в том, что сделал, он действительно предатель. Понимаете, когда человек не раскаивается в том, что сделал, когда человек не осознает всего ужаса и негативного наполнения, того, что он сотворил, он не предатель. Он всего лишь тот, кто действовал в своих интересах. И как бы вы не хотели, как бы вы не стремились, вряд ли мужчину можно будет заставить осознать, что он совершил что-то дурное. Потому что человек не дрожит вами, а раз человек не дрожит вами, то он и не является тем, кем вы его считаете. А вот в случае, если человек раскаивается в том, что он сделал, то вот здесь, так как раз, он действительно является предателем. Он действительно является тем, кто вас предал. И в этом случае, в случае, если он действительно вас предал, В случае, если он раскаивается, он ошибся, он понимает свою ошибку, он понимает, что он совершил плохой поступок, он понимает, что он ошибся, он понимает, что он оскорбил вас. И важно проговаривать то, что произошло. Важно обсуждать то, что произошло. Для чего? Условно говоря, для того, чтобы не оставалось негативных эмоций у вас. Условно говоря, для того, чтобы он подтверждал свое намерение вырвать у вас прощение, условно говоря. И, конечно же, для того, чтобы он показывал вам же, что переоценил вас и свое значение для вас и значение для семьи. То есть, свое значение для семьи он пересмотрел. Вот в этом случае мужчине можно дать еще один шанс, если он раньше не был замечен ни в чем таком, и если вы видите, что он раскаивается искренне. Пожалуй, в таком случае, в такой ситуации мужчина действительно может еще все исправить, а вы можете попробовать сохранить семью. Ну, просто потому что, по большому счету, ошибиться могут все. По большому счету, ошибиться может каждый. И не стоит торопиться причислять человека к, ну, скажем так, к числу непрощенных, потому что на его месте с принципиальной точки зрения. Заметьте, я сказал именно с принципиальной точки зрения. То есть, с принципиальной точки зрения это означает, что когда ты совершаешь ошибку, когда ты хочешь что-то исправить, но не всегда есть возможность для этого. И насколько это ужасно, насколько это страстно. Так вот, не торопитесь, постарайтесь, по крайней мере, не торопиться, а причислять человеку к типу именно этих. Потому что на его месте можете оказаться и вы. Естественно, не в такой ситуации, естественно, в другой, но тем не менее. И я не думаю, что кому-то можно пожелать реально о гадатной ситуации, когда ты всеми силами хочешь вырвать прощение и не можешь. Постарайтесь дать шанс мужчине. Если он действительно раскаивается, это будет оценено, и он, став для вас еще более дорогим, а вы, став для него еще более дорогим, уже никогда не повторите того, что не произошло. И у вас, я думаю, все будет в порядке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!